Роджерсия – многолетнее декоративно-лиственное корневищное растение, произрастающее в некоторых провинциях Китая, а также в Корее и Японии. Название свое получила в честь Джона Роджерса, адмирала американского флота, возглавлявшего одну из китайских экспедиций, где и была, собственно, обнаружена стополистная Роджерсия. Посадка и уход за ней, как оказалось, совершенно несложный, поэтому дальневосточная красавица так полюбилась садоводам во всем мире. Эта импозантная и раскидистая дальневосточная красавица достигает высоты более метра, и привлекает многих садоводов не столько своим цветением, сколько фактурными пальчато рассеченными и перисто разделенными листьями внушительных, до 50 сантиметров, размеров. В садовом разведении используется порядка пяти видов и несколько сортов этого красивого и мощного многолетника. С середины лета наступает период цветения Роджерсии, ее стебли украшаются многочисленными мелкими цветками белого и розоватого цвета, собранными в крупные метельчатые соцветия. Посадка и уход за Роджерсией в открытом грунте весной подготовьте для посадки рассаду Роджерсии. Для этого выкопайте старый куст растения, срежьте прикорневые черенки и укорените их в небольших горшках. Этот многолетник предпочитает глубоко обработанную, влажную, богатую гумусом и питательными веществами почву. Время для посадки Роджерсии – начало весны. Нужно выбрать подходящий затененный участок, удалить дерн и перекопать землю на глубину до 30 сантиметров. Выкопайте глубокую ямку для посадки, землю смешайте с навозом и лиственным перегноем. На дно вырытой ямки насыпьте немного подготовленной земли. Перед посадкой рассады хорошенько полейте саженец и аккуратно извлеките его из горшка вместе с комом земли. Корни перед посадкой расправьте, посадите растение в ямку, засыпьте и утрамбуйте землю. Полейте место посадки и замульчируйте поверхность измельченной корой. Советы с наступлением весны взрослые растения подкармливают компостом и костной мукой. Уход летом заключается в обильном поливе растений, до глубины проникновения влаги не менее чем на 20 сантиметров. Почву следует мульчировать. Осенью побеги Роджерсия обрезают на длину ладони, а в регионах с холодным, суровым климатом на зиму укрывают хворостом. Цветы и сорта Роджерсия Роджерсия перистая, Роджерсия пенната, достигает во время цветения высоты до 120 сантиметров. Над ее красноватыми стеблями возвышаются шести или девяти пальчатые листья. В период распускания они имеют характерный пурпурный оттенок, который затем приобретает темно-зеленый цвет с ярко выраженной желковатой рельефностью. Сложные метельчатые соцветия имеют длину 25-30 сантиметров. Цветение начинается с начала июля и продолжается около 25 дней. Садовые сорта Алба цветут белыми. Рабра, карминно-красными, щурбра, нежно-розовыми цветками. Роджерсия стополистная, Роджерсия подофила, имеет ползучие корневища и по высоте не уступает предыдущей разновидности. Ее пятипалые рассеченные листья с легким глянцевым блеском достигают размеров 50 сантиметров. Молодая листва бронзового оттенка спустя некоторое время становится светло-зеленой. Кремово-белые цветки образуют разветвленные рыхлые и длинные метелки. Цветение начинается с середины июня и продолжается 20-25 дней. Распространенные сорта этого вида Роджерсии. Родлок с красновато-бурыми молодыми листьями, пагода и сморакт с нежно-зеленой юной листвой. Роджерсия бузинолистная, Роджерсия самосифолия, является самым низкорослым представителем рода Роджерсий, высотой до 90 сантиметров. Только в период цветения она достигает высоты до 120 сантиметров, благодаря кремово-белым метелкам соцветий, возвышающимся над шестипалыми перестаросеченными листьями. Цвет листьев сорта Родлок зеленый, с характерным бронзово-коричневым отливом. Роджерсия конско-каштанолистная, Роджерсия эйскалофолия, высотой от 70 до 180 сантиметров. Имеет прикорневые семипалые листья на длинных, около 50 сантиметров, опушенных черенках. Своей формой они походят на листья конского каштана, отсюда и название. У многих гибридов этого вида Роджерсии, в частности Роджерсия Хенриси и Роджерсия Пардомии, молодая листва имеет свекольно-красную окраску. В процессе роста она достигает вполне величественных размеров, до 75 сантиметров в диаметре. Использование Роджерсии в садовых композициях Роджерсия, достаточно тенелюбивое и неприхотливое растение. Сажать ее лучше всего на просторных и влажных участках. На клумбе с многолетниками, благодаря своему представительному виду, она всегда будет доминировать. Особенно впечатляюще выглядят небольшие групповые посадки Роджерсии на заднем плане клумбы. Несмотря на свою неприхотливость, это растение не переносит сильных ветров, поэтому если вы его посадите у стены дома, забора или в тени больших деревьев, это не только украсит ваш ландшафт, но и обеспечит Роджерсии хорошие условия для роста. Если на вашем садовом участке есть пруд или бассейн, этот многолетник станет великолепным акцентом в композиции, высаженные у кромки воды. Не стоит забывать о том, что на ярких, доступных солнцем местах, для Роджерсии необходима достаточная увлажненность почвы, поэтому место у водоема прекрасно подойдет для этих целей. Партнеры достойных партнеров для Роджерсии нужно выбирать среди теневыносливых кустарников и многолетних растений. К их числу относятся остильба, наперстянка пурпуровая, хоста, герань лесная, колокольчик широколисный, а также тенелюбивые злаковые и папоротники. Роджерсия отлично уживается с хвойными породами кустарников, тисами и рододендронами. Татьяна Соболева. 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 Продолжение следует...